Сегодня мы соберем фулл сетап за 8000 рублей. С вами обычный школьник с базами знаний про девайсы, и добро пожаловать на новое видео. Но на этот раз девайсы будут намного лучше, чем в прошлой. На 3500 мы не могли особо разгуляться, а вот на 8000 можно и разгуляться. Также скажу, чтобы вы подписались на мой канал, на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать новых роликов. А мой день начнется с того, что мне позвонит наш сотрудник с ДНС. Для вот этого, прикиньте, я понял, что я спал 20 часов. На самом деле актив разъебный, всем спасибо большое за то, что первая часть была... Александр, всем спасибо за то, что первая часть была настолько... Х-4 вообще полной. Бля, наушники стоит покупать? У меня же есть. Короче, сейчас поедем до туда. Чё, долб, бля, нахуй камеру, бля. Только этот сетап собирал не я, а я проснулся и увидел новые сообщения от нашего сотрудника ДНС. Спасибо ему огромное, сердечки в чат, пожалуйста, поставьте для него. Короче, он мне накидал такое, что вы просто охуеете, реально. Отвечаю, вообще ебала снос произойдет, на счет 3. Я только проснулся, только голову помыл, поэтому притча просто разъебная. Да она на самом деле силённая такая была. Ааа, телефон, монитор включаться будет там, бля, чё заходит? Я живу, когда ложился, опять же в 4 утра. Я, блядь, лёг в 8, нахуй проснулся в 4 и лёг в 5, блядь. Чё происходит? Никаком сломался, блядь. Чё заходит? Итак. Вот этот кентик, блядь, сука, мышка. У меня, кстати, мышки пиздак здесь. Итак. Ну, короче, смотри, он должен выглядеть вот так. То есть, ну вот. Сейчас я тебе покажу, чё с ним. Вот это? Это не мидкая, это мидкая. Вот это вот. Ну, там вот эти вот парочки. Охуеть. Это 900 на 400, 200 рублей. Ебать! Короче, у нас на сегодня Ламзу Атлантис 2400 и Ордор Патрон 753800. Охуеть. Может, я не в ту камеру смотрел? Там мне уши посмотреть, бля. Стиль, бля. Пиздец. Если чё, наушники мы выберем уже там. Поэтому там. И уже тогда я выдвинулся в уценку ДНС в своём городе. А пока я ждал автобус, я увидел самок от ВУШ. ВУШ. Ну, тварь какая, блядь. Ладно, похуй не сегодня. Сегодня у нас на экономическом. Через 2 минуты приехал автобус, и я уже помчал туда. Итак, пока я еду, я расскажу кратко про наш сетап. За 8000 рублей мы возьмём себе Ламзу Атлантис V2 без 4К-ресивера. Дальше Ордор Патрон 75. Каноничное продолжение моего легендарного ролика на YouTube-канале. Коврик за 200 рублей. Не помню, от какой фирмы, ну да ладно. И наушники мы уже выберем там. И пока я говорил про этот сетап, мы уже приехали к данному месту. Где? Едет. А сейчас нас поприветствует этот наш сотрудник ДНС. Ишкеря. Шучу, конечно, я трогать стекло не буду, аж не до веб. Апликации, делегации, инкассации, блогеры. Сейчас продемонстрирую, что у нас там валяется. У нас там валяется Ламзу, ковер и Патрон 75. Это все за 6300, ребятки. Уши. Гопро, чекаем уши. Что тут есть из самого легкодоступного? Из самого легкодоступного у нас тут говно, 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 говно. Ага. То, что мы уже брали, не особо хочется. Темплы. Все хотели за 5000, короче, без сета БНГ. Я за десятку соберу, чтобы все точно охуели. Ну, тут, короче, калище. Погнали на сайте смотреть тогда. Павиатурка. Ого. Так, и что там, парадайсы? Не, просто я, честно, я так устал листать на ютубе комментарии. А как в моем городе эта мышка стоит? 3000 рублей. Повторяю, 3000 рублей. А вот так, ребятки. Ничего, ребятки, это уже не бомж комплект. Будет оплачиваться по карте Тинькофф Блэк. По ссылке в описании переходите, мне там бонусы за друга дадутся. Если вы говносбером пользуетесь. Смотри, это не это делать его по полке, это делать самих ушах стоит. Я их просто распакую. Знаешь, буду тебе по частичке показывать, а ты будешь говорить по началу. Ок. Начинаем потихоньку. Нормально? Ну да, вроде. Нормально? Всем привет. Не ломай мне яйца. Ну ладно. Они новые, 3800 стоят. Идем. Итого, сколько это все будет стоить? Сумма невъеденная. Как вы поняли, уже тогда я начал ехать домой. И как раз по пути домой мне в голову пришла интересная мысль. То, что коврики на уценке, это вообще пиздец. А то, что 5-миллиметровый, внимание, 5-миллиметровый А4 максимум увидел. Что это за прикол? И то, что за 200 рублей, потому что там пару дефектов с завода, это вообще пиздец. Также задался одним вопросом. Я в Сургуте живу, какого охуете, бей? Парофлил над девочками. Ну и, конечно же, мужика встретил. Вон. Вон так идет смешно. Бля, это ну не наркота, не бухло, потому что от бухла он должен падать. Не знаю, может он рэпер, блядь. Итак, ребята, Гейн, забываем вот эту всю залупу, что у меня тут находятся. Даже Лунаси и вот эти новые наушнички, которые реально, на самом деле, кстати, неплохие оказались. Иемки очень классные. За 4000 рублей скоро будет ролик, ребят. Вот это все забываем, потому что... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ща-ща-ща. Так, вот это. Ёб твою мать. Так, у нас тут AirPods Max, блядь. Что тут? Это хуйня. Next. Lamso Atlantis мини. Точно мини? А не, нихуя, Lamso Atlantis, вот вам. Next. Ardor Patron 75. Бать, каноничное предложение моего легендарного видео прямо сейчас. Мяу. Мяу. Собственно, коврик. Бля, нихуя себе. Вот, собственно, вот это. Почему он стоит 200 рублей, сейчас объясню. Секундочку, плюс минуточку. Бля, 900 на 400 очень хорошо, на самом деле. А где эта вся шляпа? А, вот так. Кейрон, да, должно быть тут. Он новенький абсолютно полностью. И он стоит 200 рублей. Новый стоит полторы. Почему? Потому что мы сейчас видим вот эту шляпу. Это типа не, это не принт. Это типа должно быть без этого. Но это, короче, образовалось во время, короче, создания этого коврика. Это теперь часть принта. Поэтому, короче, это, мол, дефект считается. И вот эта штука. Похоже на сварку какую-то, да? Но типа, но, но нет, это не сварка. Это тоже просто вот эта белая херня, которую по какой-то неизвестной причине закрасили. И, короче, решили это дело продать. И, собственно, всё. Вот теперь вот такой коврик за 200 рублей достался мне. Но прикол в том, что он даже 5 миллиметров. 5 миллиметров. Я первый раз вообще такое вижу. 5 миллиметров. Это как вообще? Типа, по-моему, 4 было максимум, а сейчас 5. Чё? Доказательство прямо здесь и сейчас. 5 миллиметров. What the fuck? Итак, эта мышка, кстати, она начала меня подводить. Кто не знает, Dark Project, если вы меня смотрите. Она начала меня подводить, потому что у неё почему-то какого-то хера начала иногда дабл кликать левая кнопка мышки, так и скажем. Собственно, на чём мы будем тыкать? А где эта хуйня? Вот она. Нереальная коробочка. Очень крутая. Очень крутая коробка. За первый раз такое вижу. Опа, Ламзу, Атлантис, В2, ёптвою мать. Итак. О май гадабл. Мешочек очень приятный. Грипсы, глайды. Next. Сама Мишка, ёптвою мать. Сама Мишка очень сексуальная, реально. Пиздалёрт. Капец, она лёгкая. Бля, может, я ей спасусь? Ты хз. Не, кстати, очень прикольная. Ага, понял, почему она на уценке была? А хотя, не, нормально всё. Ещё заходят. И, собственно, всё. Остальное у нас в мешочке. Бля, очень крутая коробка. Очень прикольная. Вот это сюда, блядь. И, собственно, каноничное продолжение моего легендарного видео. Это, собственно, вот это дело. Патрон 75. Чё, куда воткнуть тебя? Вообще хуйня. Вот сюда давайте. Воткнуть. У меня тут место есть. По-моему, всё видно или нет. Да мне похуй. Собственно, вот это паскуда. Ордырь от Квахтунг. И вот она, эта легенда. В чёрной версии. С нереально охуевшей расцветкой. И вместе с вот этим это выглядит просто разъёбно. Не знаю, очень прикольно. По проводам чё у нас? У нас авиакабель. Собственно. Next. У нас вот это дело. Это обычный провод. Так же, как в обычном патроне. Дальше. Две наклеечки вместе с комбинированным пулером. Next. У нас сколько? 8 свечей. Красные какие-то. Руби говну. Короче, каул какой-то. Красные, жёлтые прошки. И вот такой комплект обычных сменных стоковых, короче, кепок. Если вам дизайн нахуй вообще не всрался. Вот можно эти использовать. Собственно, чё? Ехала всё это дело подключать. Посмотрим, как оно чё. Да очень даже прикольно, как будто бы. Ехала всё это дело подключать. А, да, чё-то не забыл. Вот это тварь. Это у нас парадайз, который взял, достался нам... Блядь, я взял... Блядь, блядь, блядь. Достался нам за сколько? За тысяча с хуем, не помню уже. Ёб твою мать. Ого. Это чё? А наклеечка? И ветрозащита. Ну, конечно, они, блядь, ну, они своих денег точно не стоят. Абсолютно. Абсолютно своих денег не стоят. Если ещё майк не отсоединяется, он, по ходу дела, реально не отсоединяется. Это вообще пиздец. Они выглядят, как обычный китайский залупа за 100 рублей, блядь. Это вообще пиздец. Так, ну-ка. А если забить хуй и сюда наклеить вот эту, сука, она даже не вставляется, блядь, ветрозащита ебучая. Бля, наушники реально калища. Они, бля, вообще на голове не сидят абсолютно. Дизайн, бля, китайской залупы за 100 рублей и микрофон не отсоединяется, ватафак. Максим Ишаков. Это что такое, блядь? Ну и разъёб. Пиздец. Это что такое, нахуй, это? Блядь. На самом деле, ламзу у меня первый раз... Бля, она очень... Пиздец. Ёп твою мать. Дырявая. Чё-то трясётся? Ну похуй. Бля, очень прикольно. Бля, бля, какие гандоны. Смотрите, вот это видите? А я хочу вот этим кабелем, именно вот этим я хочу именно кабелем подключить клавиатуру. А всё, а всё. Ааа, я подключил как-то. Ватафак. Мне похуй. Я все правила нахуй игнорирую просто. Плюс вайбер. Вообще плюс вайбер. Ааа, я чё, долб... Я вспомнил, что вот эта штука, это означает батарейку. Я вспомнил то, что эта клавиатура оказывается ещё и беспроводна. Да похуй, я буду этим кабелем пользоваться. Я не знаю, это вы услышите или нет. Короче, вот это. И вот это. Ещё раз вот это. Ещё раз вот это. Короче, тут левый работает тише, чем правый. Пиздец. На самом деле очень плохо. Смотрите, получаются динамики, уровни, баланс. Мне нужно было поставить на 32% правое полушарие, так скажем, чтобы, короче, звук нормализовался. То есть вы прикиньте, насколько тихо. То есть от 100% вот на 32% оно работает нормально. То есть, условно, у меня в наушниках 32% громкости из 100. Прикиньте. Тем более, это всё дело у меня не слышится. То есть, условно, у меня наушники не особо прилегают к голове. Я слышу потусторонние звуки. Ну, типа, вот это я очень хорошо слышу. Они стоят даже не 3 400, они стоят 3 700. Окей, это основная, окей, хорошо. Основная проблема этих наушников не в том, что у них звук какой-то не такой. Звук у них более-менее сойдёт, типа. Микрофон плохой очень. Микрофон плохой очень. Окей, вот эта штука, это вообще нахуя сделано. Это просто кусок пластика, на котором одна штука и вот эта штука. Это микрофон и что это, блядь? И подсветка. Поменять подсветку. Если содержать, нихуя не изменится. Ну-ка, нихуя не изменяется. Микрофон выключается, выключается, окей. А нахуя делать такой гигантский пульт? Они очень сомнительно собраны. Короче, им цена красная цена. Красная, да? Полторы тысячи где-то. Они не могут стоить больше, типа. Это очень плохо. Вся проблема этих наушников остается в их цене, в их качестве сборки и в микрофоне. За сколько? За 3800 такого, ну, не должно быть вообще. В приоре, блядь. В приоре машина такая. Вообще не может быть. Короче, вообще очень сомнительно. Еще одна проблема этих наушников. Тут потому что, блядь, то, что тут несъемный микрофон. Сами знаете, на что это похоже. Ну, вяло его словил чуть-чуть. Но это вообще ужас. Не знаю. Тут микрофон несъемный. В наушниках же 3800. Это пиздец. Бля, мыша просто разъеб. Очень легкая, податливая. Блядь, я не знаю. Это одна из лучших мышцей, которая у меня была вообще в натуре. Типа, не знаю. Может ее в натуре себе оставить. Она очень хороша, типа, в натуре. Она очень легкая. В натуре очень легкая. Очень хорошая. Ну, короче, что могу сказать. Это очень плохо. Вот это очень плохо. Ставлю минус балл. Типа, вот к этой всей теме. Дизайн тоже минус балл. Потому что они вообще некрасивые. Я думал, просто будет топ за свои деньги. Но в итоге еще не порадовал вообще микрофон не качеством. Не тем, что его нельзя снять. Короче, вообще ужас. В общем-то, наушники полный кал. Реально полный кал. По поводу мышки могу сказать. Это реально очень крутая мышка. Очень хорошая, легкая, податливая. И даже вот результат. Нет, шкала. Че, таблица. Ну, короче, по таблице. По таблице вот так вот у меня получилось. Короче, первое место. 24 кавычек. КД у меня 2. Вот. И нормально. Такая тема. Короче, мышка ультра имба. Думаю, даже себе оставить. Потому что она очень хороша. И клавиатура. Клавиатура, не знаю, она по себе... Она просто хорошая. Просто хорошая. Но не за 8000 рублей. 7600. Сколько она там стоит. Короче, это вообще не ее деньги. Абсолютно типа. Короче, можно было бы ценник попроще сделать. Наверное, было бы это, не знаю, там типа. Ультра крутое масс-маркет решение. Но в итоге это... Ну, она воняет, короче. Реально не прикольно. Антикайф. А по поводу коврика... По поводу коврика могу сказать, что он просто отличный. За 200 рублей имба. Но это полистер. Обычный ковер, ну типа из полистера. 5 миллиметров. Ну, короче... Ну, обычный ковер. 900 на 400. Ничего тут сказать не могу. Просто ковер. Но Жаккард решение было бы намного пидже. Реально, типа. Теперь хочется собрать пиздатый сетап вот для этой красотки. Ну что же, могу вас поздравить. Поставленные задачи мы справились. И мы собрали сетап за 8000 рублей. Мы его уложили в бюджет и очередную галочку можно поставить. А на этом, собственно, все. Все остальные выводы вы можете посмотреть у меня в Телеграм-канале. Ну а мы подошли к логическому завершению этого видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и на мой Телеграм-канал, чтобы не пропускать новых роликов. А с вами был обычный школьник с базовыми знаниями про девайсы. Ну а сейчас будет самый обычный саундтест для самых обычных школьников с базовыми знаниями про саундтесты. Ну что же, а примерно так звучит микрофон от наушников Ardor Paradise. Очень даже плохо. Продолжение следует... Продолжение следует...